На целых три дня Удмуртия погрузилась в большой и увлекательный мир ралли-рейдов. Трасса гонок охватила сразу несколько районов республики. Завяловский, Шарканский, Воткинский и Евшур-Бодинский. Протяженность 520 километров. Участники ралли на себе испытали все прелести наших лесных дорог и полей. Оторвало нижний рычаг задней подвески за полтора километра до финиша четвертого спецучастка. Поэтому пришлось финишировать так. Вот, практически починили. Зрительский этап проходил в Ижевске на улице Берша. И даже проливной ливень со шквалистым ветром не смогли остановить участников и только раззадорили спортсменов. В общей сложности за победу в разных категориях боролись 70 экибажей. Это почти 120 спортсменов из России, Белоруссии, Латвии и Казахстана. На самом деле я даже что-то так не думал, что так красиво. Очень красивая местность, холмы, леса. Я считаю, что, по крайней мере, серия «Экономикс Ресс» – это великолепная история. Во-первых, это как школа и ступенька в большой спорт. И на самом деле здесь очень ребята быстрые. Даже те, кто не участвуют в чемпионате России или в международных гонках, они здесь выросли. И штурм, и пилоты очень непросто. Среди участников этапа Бутмуртии – именитые спортсмены, победители ралли-рейдов «Дакар», «Африка Экорейс» и «Шелковый путь». Самый титулованный, пожалуй, Сергей Корякин. В категории «Суперспорт» здесь его команда пока на втором месте. Это две абсолютно разные гонки. Там ралли-марафон, это просто ралли-рейд. Это короткая спринтерская гонка, где ты должен отжать из себя все, из машины все за эти 50-60 километров. Когда «Дакар» длится 9,5 тысяч километров или «Шелковый путь». Тут другая тактика, другая машина. Здесь все другое в действительности. Это мне интересно, что ты научишь себя ездить быстро и на коротких дистанциях, и на быстрых. На этапе в Удмуртии наша команда в составе Фарита Губаева и Александра Чернова в категории «Стандарт 1». Третий этап ралли-рейда пройдет в Челябинской области. Старт намечен на сентябрь.